Привет, друзья! Отрезанные уши и провод на гениталиях, вызывающие восторг и патриотический оргазм. Что это? Реакция на страх или эра ненависти в истории России? Я Григорий Герман, давайте разбираться. В одном из любимейших телесериалов советской эпохи «Место встречи изменить нельзя» персонаж Михаил Михайлович Бомзе, которого сыграл гениальный абсолютно Герт, произносит фразу «И может быть сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас радостная заря человеческой эпохи. Эра милосердия». Ключевая мысль всей книги братьев Вайнеров, на самом деле, по которой Говорухиным был снят сериал, и которая так и называется, книга имеется в виду «Эра милосердия». Эра доброты и эра мудрости. Глядя на современную Россию, на поведение ее граждан, от самого главного, восседающего в Кремле, и до самого последнего, который лежит пьяным в Канаве, в какой-то поселок Безымянка, что на реке Безымянке в Красноярском крае, на самом деле реальное географическое название, глядя на их поведение, на их реакции, за редким, как для 140-миллионной страны, исключением, мне кажется, что нет, не занялась радостная заря. Ну, точнее, занялась, но не в России так точно. Может быть, в Западной Европе, до начала Путинской войны, ну, вот как-то частично, да, там, с их толерантностью, да, с их, там, мультикультурностью. В США, в странах, которые, условно, можно отнести к западной цивилизации, там, инклюзивность, стремление понять, осуществить свободу человека, быть таким, каким он хочет быть, найти место в мире для всех, даже самых странных. А вот мультикультурностью и толерантностью, степень которых иногда вступала в противоречие со здравым смыслом и отметила Западная Европа, но не Россия. Тут как раз наоборот. Подавляющее большинство не просто вступило в эру ненависти, оно в этой эре уже пообвыклось, оно прижилось и вполне себя неплохо чувствует. И те немногие инициативы, которые призваны помочь нуждающимся, там, сбора каких-то денег, донатов, дров для пенсионеров, они с лихвой перекрываются воплями «Гойда!» и улилюканьем «Шир нормас» по любому поводу. Ну и квинтэссенцией этой эры ненависти стал, конечно же, теракт в Крокусе, но точнее то, что начало происходить после теракта. Купите нож, которым отрезали ухо подозреваемого. Е-е-е, аукцион! Дайте крутануть ручку полевого телефона, контакты которого подсоединены к гениталиям второго подозреваемого. О, смотрите, у третьего после избиения глаз не закрывается! А, Люба! Гойда! И представитель творческой интеллигенции Пригожин, тот, который хватит присылать мне снаряды, стоит рядом со своей пластмассовой женушкой-певицей ртом и восклицает «Да я сам бы этих подозреваемых на Красной площади сжег, а!» Творческая интеллигенция, русская душа. Вот этот лысый, кстати, он же шканюкующий от бога, да? И он прекрасно чувствует, куда и какие ветры дуют в районе Боровицкого холма, на котором, как известно, стоит Кремль. И если вот он такое несет, значит, его лысина четко ему сигнализирует, вот такое надо, такого хотят, ждут. Оскотинивание народа – это целенаправленная правительственная политика. Искаженные злобой морды, сжатые кулаки и крики «БЕЙ!» Ну, вставьте нужную национальность. «Спасай Россию!» – это то, что хочет видеть путинская власть, когда смотрит в народ. Сиди дома. О времени и цели следующего погрома вам сообщат в пропагандистских шоу. «Слава Путину! Слава России!» Как так случилось, что столь любимая европейцами и американцами пресловутая российская духовность, ради которой они готовы прощать России, скотство откровенное, даже она выродилась в общество, которое ищет евреев в турбинах самолетов, избивает до смерти пойманного на остановке общественного транспорта кавказца, и верит в злобных укров, подкупивших злобных таджиков, чтобы убить невинных москвичей. И самый главный вопрос – к чему это вырождение может привести Россию? Мы обсудили это с Ольгой Романовой и Виталием Куликом. Оставайтесь, будет интересно. Хотел с вами поговорить о такой, на тему, возможно, даже в чем-то философскую, но касающейся современной России. И книга братьев Вайнеров, которая легла в основу фильма «Место встречи изменить нельзя», столь любимого, в том числе и в России, она называлась «Эра милосердия». То, что я вижу сейчас, реакции на теракт в Крокусе, реакции на эти кошмарные абсолютно видео, нарочито насильственные, с арестами, с допросами подозреваемых в этом теракте и так далее, и какая реакция общества на это позволяет? Мне, наверное, предположить, что в России наступает эра ненависти. А правильно ли я понимаю, так ли это? И можем ли мы рассмотреть этот вопрос, как переходящий к следующему этапу, этапу гражданской войны? Ну, вы знаете, «Эра милосердия», ведь про «Эру милосердия» говорил, ну и в фильме «Герой Герта», в книге, соответственно, сосед Шарапова по коммунальной квартире, как про будущее, будущее Советского Союза, что мы будем жить в «Эре милосердия». Не случилось, не случились эти мечты. Конечно, нравы военные были так себе, но тем не менее, давайте все-таки вспомним самое главное, самое главное, что тогда советский народ, советский весь вместе, боролся вместе против захватчиков, против фашизма. Сначала защищал себя, а потом, соответственно, уничтожал фашизм в Европе. То теперь это делает Украина. Теперь это делает Украина, а в роли фашистов Россия. Причем в роли такой, которую фиг отмоешься. И надо бы сравнивать, наверное, в таком случае нравы именно по сторонам нападения. Но, видимо, чем-то мы отличаемся, какой-то генетический код отличает русских от немцев, потому что все-таки у немцев уже после войны была главная мантра оправдания «Я не знал, я не знал, я не знал». Нам этого не говорили. А дядя на русский так не скажет. Это показывают по телевизору. Отрезание ушей, пытки. И как это будут оправдывать хотя бы для самих себя, для детей, для внуков. А как оправдывать? Наверное, одним способом. Если не побеждена будет Россия, если она не будет капитулирована, если она не будет захвачена державами, победителями так, чтобы в конце концов немцы тоже добровольно не собирались каяться, тогда это можно только действительно оправдывать. Оправдывать и говорить, что, слушайте, а другого-то выхода нет. Только оправдывать себя, защищать себя. И на самом деле это все даст очень серьезные последствия, гораздо более серьезные, чем сейчас представляется. В России давно наступило аэро насилие. По большому счету, все то, что мы сейчас видим, реакция российского общества, это реакция, которая накопилась достаточно давно, это агрессия, которая не позволяла куда-то выходить, и не позволяет выходить. Агрессия. Перевод на украинцев и войну, эту агрессию, не работает. Поэтому, соответственно, она крутается в выходе. То, что была массовая поддержка жестких действий в отношении так называемых террористов, и по стране прокатилась целая волна действий, напоминающих погромы, это как раз проявление этой агрессии, которая нуждается в неком выходе. Соответственно, очевидно, что без купирования, без возможности выпуска пара, с этой агрессией что-то надо делать. Постоянно выпускать пар малыми дозами тоже не удастся. То есть, эта агрессия будет самоаккумулироваться, где-то оставаться по остаточному принципу. Многие говорят о том, что люди не верят в каких-то игиловцев, а считают, что это все ФСБ уже, что это все сговор, какие-то космологические теории выстраиваются, появление новых готовых нор, которые обосновывают какие-то сумасшедшие теории заговора. И поиск врага. То есть, попытка направить на украинскую ответственность, но она не имела какого-то результата. Общество сейчас с радостью впадает в зверство. Вот такое впечатление, будто позволили, с этими, например, с теми же таджиками. И все, и тут же моментально, тут же дети там рисуют главную угрозу ткачей, ткачей, вот этого, да, я увидел недавно детский рисунок, да, в школе попросили, или в детском садике попросили нарисовать, типа, врагов, да, и там, типа, полкласса рисовала украинских солдатов, полкласса, а девочка нарисовала, типа, двух бородатых мужчин с ножами, да, и подписала внизу хачи, и все ее начали хвалить, у тебя, ух ты, как классно. Вот у меня такое впечатление, будто что-то там, российское общество как ждало этого, да, как ждало вот этой возможности свою ксенофобию какую-то тут же выразить, да, понимая, что это ничего не будет. Понимаете, эта ксенофобия, это прямой, конечно, прямой абсолютно выход из путинской идеологии, которую он предложил, в принципе, всему народу. А идеология, он долго искал, 25 лет нашел, нашел идеологию. Русские самые великие. И, собственно, эту идеологию мы сейчас видим везде и все время. Начиная от шамана с «я русский», и заканчивая указанием всем народам, населяющим Российскую Федерацию, говорить о себе, что «я русский». И могу себе представить, каково это, если у тебя есть национальное самосознание, оно же, по идее, есть, оно же есть. Говорить людям о себе, что «я русский», если ты бурят, башкир, татарин, там, и так далее. С какой стати татарин должен о себе публично говорить, что «я русский». И пусть он объясняет, почему. Потому что русские самые лучшие. Самые умные, самые красивые, самый богоносный народ, очень богоносный, боголюбивый и так далее. И у нас самая замечательная страна, и нам все завидуют, особенно украинцы. Ну, американцы, конечно, тоже завидуют. А украинцы кто? Это ж не на русские. Просто им не сложно было стать русскими. Вот они и бесятся. Отсюда война. Ну, и от того, что, конечно, русские самые лучшие, прямой вывод, что все остальные худшие, а есть еще хуже. Просто есть худшие, такие, как европейцы, а есть совсем худшие, как все остальные. Что в российском обществе есть такого, что в психологической корзине у россиян? Есть такого, что в принципе легко и непринужденно доводит россиянина до такой истерики, до насилия? Вы знаете, есть неплохие исследования международные, в том числе и с участием русских экспертов, которые в Эммиграции находятся, которые утверждают, что если бы военные действия происходили на территории России, то они бы ставили бы в бучу регулярно. Потому что это проявление как раз нынешней культуры, снижение, максимальное снижение применения силы. И потеря вот этих красных линий, когда эта сила может быть применена. Скотская насильническая позиция в отношении того, что сильный всегда прав, и это право готов защищать с ножом, с кастетом, с пистолетом, оно сейчас прослеживается в корнях российского общества. И, соответственно, накопление этой агрессии, о которой мы говорили, это в конце концов ведет к точке суперкрызкости для России и к ее бабалу. Но на данный момент мы видим, что агрессия начинает проявлять каких-то даже культурных кодов. Например, там слово «пацанара» в сериале. Чем не манифест сил? Силы такого абсолютно зонового характера. То есть берется за основание паттерн поведения как на зоне криминального характера и формируются некие институциональные особенности общественного развития. Субкультура, соответственно, и так далее. А сейчас оно в России в многом потеряно в этом плане. Субкультуры, они не только локального типа и не распространяются на всю страну. Инстинкт самоорганизации даже в криминальной среде разрушен. Нечем создавать сообщество. Уровень доверия друг к другу, к соседу, в нижней планке более ниже, чем до перестроечный период. С этой точки зрения, вопрос, который меня мучает уже, наверное, лет 20, как минимум. Появление фильмов а-ля «Бригада», сериала «Бригада», фильмов «Бригады», сериалов «Бандитский Петербург» и так далее и тому подобное. Это был акт, формирующий подобные какие-то взаимоотношения и подобное доминирование тюремного типа в российском обществе? Или это был акт просто творческий, отвечающий на запросы самого общества? Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что здесь движение встречное. И то, и другое. Россия вообще страна тюремной культуры во всех отношениях. Посмотрите, ведь нет ни одной большой, великой русской биографии без тюрьмы. Русская литература. Лермонтов, сынка Пушкин, сынка Чернышевский, гражданская казнь, Достоевский, Каторга и так далее, и так далее. Тургенев избежал, потому что Париж жил. Чехов избежал, понимал свою ущербность. Поехал сам. Понимал, что это нужно. Дальше помчались революционеры. Соответственно, вся советская власть до середины 50-х были выходцами из тюрьмы. Из тюрьмы посидели на царской тюрьме в царской каторге. Дальше были последствия террора 30-х-40-х. В конце концов, Хрущев один из строителей Голодомора. И он встал во главе страны. И дальше поехали диссиденты, нобелевские лауреаты. И Иван Бродский со сроком, и Иван Солженицын со сроком. Дальше только выдохнули, пошло сейчас. Навальный, Яшин. Нет русской биографии без тюрьмы. Не получается. Страна тюремно-центричной культуры. Владимирский централ. И ветер забыл какой. А все скажут, любой подскажут. Любой. Даже если она бабушка Божий, а дуванчик после консерватории. Есть еще один аспект, любопытный достаточно, и мне кажется, важный в этой эре насилия, которая наступает в Российской Федерации. Это то, что по большому досчету получается, что сейчас россиянин, он никоим образом не может чувствовать себя защищенным, потому что государство его прессует, как и прессовало раньше. Все так же простой россиянин абсолютно бесправен перед лицом мента, прокурора, тем более ФСБшника. С другой стороны, его начинают прессовать герои и ветераны СВО, которые возвращаются. С третьей стороны, он понимает, что ФСБ не может его защитить от каких-то терактов, от каких-то угроз со стороны ИГИЛа, со стороны, не знаю, ИГИЛа, радикального исламизма и так далее и тому подобное. То есть по большому досчету получается, что путинский договор с обществом о том, что мы вам стабильность и безопасность в 99-м году, типа после терактов, да, вот этот вот театр безопасности и после Норд-Оста, обеспечиваем, а вы не лезете в политику. По большому счету получается, что этот договор сейчас взрывается. Ну, ее больше нет. Я бы сказал бы так, что его больше нет. Война, это как раз и произошло, как нарушение большого договора. То есть когда не получился Киев за три дня, соответственно, договор рухнул. И вопрос о безопасности уже не идет. Теперь идет вопрос о как раз террории и насилии. В той или иной мере. Да, мы говорим не о массовом террории 37-го года, но мы видим, как многие российские политики говорят о необходимости взрыва с смертью каждого. Да. То есть вполне почему бы и нет. Почему бы не организовать массовое истребление недовольных. С другой стороны, вообще безопасность ушла из России. Это не только связано с тем, что есть мобилизация, есть рост насилия в самой стране, семейное насилие. Это множество разнообразных фондов, организаций говорит о том, что за последние пару лет на 70% этого семейное насилие. То есть человек от безысходности бьет жену, от безысходности вернулся с фонда коллега и бьет всех в окружение. То есть это как бы средства всего этого. То есть безопасность просто взорвана и окончательно уничтожена. Осталось только величие и террор, насилие в зоне, как бы это нормально. Вот эта новая нормальность появляется. Но она ведь тоже какой-то пороговый показатель имеет, потому что держать в стрессе можно десятилетия, можно два десятилетия, но это тогда, когда есть определенные цели, какие-то ниши забираются из этого общего конвейера убийств и выводятся в некую относительно безопасную среду, как было там при Сталине, некая там часть позднего Сталина, чиновники, бывшие военные получают свою часть пирога и благосостояние. Сейчас будет передел. Возможно, кого-то заберут, кого-то переделят. И потом должно наступить время стабилизации. То есть люди должны снова ощущать, хотя бы в некоторых секторах, люди, на которых режим опирается, должны ощущать некую стабильность, некую прогнозирование. А ее нет, ее не будет. Если в России начнутся погромы, а Россия для русских, то можем ли мы ожидать, что в регионах начнутся точно такие же погромы в ответ, зеркальные? Ну, собственно, они потихонечку происходят. Например, те же самые всплески в Башкирии, они же, они, конечно, носили не националистический, но национальный характер. И они, в общем-то, выражали вполне себе национальную окраску, что есть башкирские ресурсы, есть башкирская земля, которая отдают и была почернута армянам. Ну, то есть я подозреваю, что это были не армяне из Армении, не какие-нибудь армянские предприятия, а просто это были российские люди, которые там были армянские фамилии и так далее. Там, может быть, кто угодно мог бы быть, евреи, кто угодно. Но, тем не менее, это в любом случае, конечно, такая вещь национальная. В Якутии периодически это случается. В Татарстане все-таки не случается потому, что в Татарстане именно татарское население, оно очень мощное. Оно за этим очень сильно следит, чтобы не было перекосов именно вот в эту сторону. Все-таки у меня такое ощущение, что Иван Грозный Казань взял позавчера. И они сейчас все это помнят. Все помнят и не исключительно. Много ли не-чеченцев в чеченской власти? Все это, конечно, рванет так или иначе, тем более, что это подогревается, разогревается. Да и, в конце концов, то же самое выступление Соловьева по поводу белгородцев. Это истерика по поводу того, что вы вот нелюди, да? Вот вы тут русские, а вы тут нелюди. Я думаю, что он имел в виду тоже такой всплеск национальный. Ведь жители Белгородской области мы отличим сразу же, сразу же. По фрикативному Г, по суржику и так далее, и так далее. Естественно, он это имел в виду, что жители Белгородской области, то есть это почти украинцы. И, ну, слушайте, мы же знаем с вами прекрасно, что на дискотеке-то утром ездили еще совсем недавно. Да, конечно, да. И, конечно, нападая на белгородцев, Соловьев имел в виду это. Именно это. Подводя итог нашему разговору сегодня, с такой концентрацией насилия, с таким выхлопом зэковской культуры, которая тоже подтверждает насилие, с такой наивностью по поводу того, что, ну, россиянам-то лучше отрезать не будут, потому что нас-то за что, и в то же время с такой агрессивностью, то есть с таким низким уровнем безопасности. Можем ли мы говорить, что все это складывается в винегрет, который при малейшем телодвижении государственных основ может легко превратиться в гражданскую войну всех против всех. Вот просто моментально. Любое минимальное осложнение реакции силового аппарата на то, что выходит за рамки, и то, что пристраивает опасность для центра, вот если федеральный центр не сможет на что-то быстро среагировать, то купит. Приведет к тому, что всем станет ясно, что власть слаба. Как только появится ощущение слабости власти, неспособности на быстрое реагирование, или некие действия, которые способны там задушить взрыв душе какую-то угрозу, то ей дадут развиться, покажут слабость и власти силового аппарата, соответственно, это запустит процесс формирования силовых групп на местах с последующей осознанием политической повестки, развалом. Да, да, да. И это же ведет непосредственно к гражданской войне. Сначала к бунтам, потом к гражданской войне. Чего мы им пожелаем. Держим пальцы, желаем успеха обеим сторонам конфликта. Точнее, их будет не две стороны конфликта, а их будет 10 и 15. Причем многие из них, насколько я понимаю, будут вовсе не национальными, а многие будут собраны по районному принципу проживания. И великая освободительная армия Чертанова пойдет абсолютно спокойно воевать с Народно-Освободительным фронтом Большого Садового Кольца. Почему нет? С удовольствием понаблюдаем и закупимся попкорном. Кстати, по поводу власти, которая раскачивает народ на Гойду, указывает пальцем, кого надо громить, кого надо ненавидеть, разжигающие в народе самые такие низменные животные чувства под прикрытием самых патриотических лозунгов за 20 лет целенаправленной работы в информационном, а главное в культурном пространстве. Эта власть полностью поменяла полюса человеческих ценностей. Перевернув понятие, что такое хорошо и что такое плохо, вот то самое, с ног на голову. Вот эта власть, она всматривается в народ, и, как я уже сказал, ей явно нравится то, что она видит. Стадо бессмысленных, агрессивных, верящих в самую несусветную чушь, беспринципных существ, живущих по принципу, у верблюда два горба, потому что жизнь – борьба, которых легко можно купить и которыми легко можно пожертвовать. Вот только одной из самых известных цитат Ницше является фраза «Если ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя». И путинца товарища получит свое в полном объеме, даже с лихвой, когда вот это стадо внезапно посмотрит на своего поводыря, вот тем самым голодным, бессмысленным и безжалостным взглядом. Взглядом, в котором бездна. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.